Прекрасный июльский день не предвещал беды. Две сотрудницы ВДКанала поставили новый счетчик пенсионерке Нине Сергеевне. Но бабушка подписала акт с переписанными значениями не глядя, что и стало ее роковой ошибкой. Просила, я говорю, а вот старый договор куда? Сказали выбросить. Ну и значит ушли они. Я думаю, счетчик старый лежит, и думаю, куда он нужен? Ну счет поставлен новый, это все списано, все записано. Думала, ну в общем, короче, выбросила. Последние показания старого счетчика по квитанциям – 139. Они мне приписали 539, 400 кубов мне приписали. Большое количество лишней воды было замечено не сразу. Пенсионерка так и продолжала платить по показаниям нового счетчика. Вскоре ей указали на огромный долг, который так и не был выплачен за эти 400 кубометров. Нина Сергеевна тут же пересмотрела все свои документы в поисках ошибки и обнаружила ее именно в акте, который был подписан вслепую. Я еще обнаружила, это прям не в первом месте. Пошла в этот водоканал опять, написала им заявление, чтобы они разобрались. Ответа никакого долга не было. Ждала, ждала. Пошла в прокуратуру. Там подала заявление. Там тоже долго ждала. Ну потом, значит, решила еще раз сходить в водоканал. Через некоторое время пенсионерки ответили, что она своей рукой подписала документы об установке нового оборудования. А значит, никаких претензий к их организации быть не может. Свою вину в том, что неглядя подписала акт об установке счетчиков, Нина Сергеевна не отрицает, но хочет все же по-честному разобраться в сложившейся ситуации, в которой виновата не только невнимательность пожилого человека, но и, возможно, халатное отношение сотрудников водоканала к своей работе. Мы решили узнать, сколько же занимает этот объем воды, который пенсионерка потратила менее, чем за месяц. 400 кубометров – это 40 тысяч ведер воды, 20 тысяч кулеров с водой, 1600 бочек, 133 пожарные машины или 26 водонапорных башен. Вопрос, как пенсионерка смогла потратить такое количество воды, остается открытым. Но это не единственный сюрприз, который ожидал несчастную пенсионерку в тот месяц. Я, когда заплатилась квартиру в квинтанции за декабрь, увидела, что у меня прописан 5 человек. Я сразу же на другой день пошла в паспортный стол. Мне паспортистка призналась, что у меня прописано, помимо моих сыновей, вместо трех человек пятеро. Сотрудница паспортного стола предположила, что это, вероятнее всего, ошибка КВЦ. Эту же версию выдвинул участковый. Через некоторое время КВЦ свою ошибку признал, и неизвестные граждане вскоре будут выписаны из квартиры. Совпадение это или нет, мы не знаем. Но внимательность к деталям может избавить вас и ваших близких от проблем, впустую потраченного времени и нервов. КВЦ. КВЦ.